На этом тыдне у Гомельской области пройдут мероприемства, примиркованные до 30-ти годзе выводу обмежованного контингенту Советской Армии из Афганистана. Завтрашнего дня начнутся приемы воинов-интернационалистов и семьев, загинавших в администрациях и в иконавших комитетах. 15 лютого пройдет областная поминальная акция. Отбудутся службы у Петропавловским соборы у Гомелли и Михайловским у Мазыры. В программе этого дня так само митинг и у складанник веток до областного мемориала загинувшим воинам-интернационалистам. Об некоторых инших мероприемствах, проводимых у рамках Дня памяти, материал Олега Сентюрова. После вывода из Афганистана, обмежованного контингента советских войск, в Гомельской области проживало около 5 тысяч воинов-интернационалистов. Сейчас афганцев 3637 человек, отременные на войне ранения и психологические травмы, здоровье былым солдатам и офицерам не додают. Об уделе представленников Гомельской области в той войне выстава под названием «Солдат за счет и солдат». На передании 30-х годовины выводы советской армии из Афганистана и она открылась в областном музее военной славы. Организаторы кажут, что им тнулись рассказать об конкретных лесах уделяющих боевых действий. Полковника Сумана, командира полка, который выгнал Паншарского льва из ущелья, живет в Гомеле. Вот некоторые фотографии, записная книжка и так далее. Он известный, так сказать, человек в Афганистане. Здесь же наш земляк Денисенко, форма представлена, он был начальником артиллерии и ракетных войск 40-й армии в Афганистане. На этом тыдне наведывальников будет примать и Музей воинов-интернационалистов у 51-й Гомельской гимназии. Это первая экспозиция об афганской войне в СССР, где она открылась 15 лютого 1990 года. У первую годовину вывода обмежеванного контингента на стендах фотосдымки у Знагароды Зброя. Не выключено, что в ближайший час тут заявится еще один экспонат. У Гомельской областной организации ветерану войны в Афганистане подрактовали до выдания книгу об земляках «Дзембельский альбом». Я думаю, что к 15 февраля мы его издадим, но уже в рамках этих мероприятий они будут продолжаться и после 15-го. Но вот мы проведем презентации, пригласим наших интернационалистов, пригласим журналистов и так далее, и расскажем, какую мы хорошую сделали, может быть, даже не книгу, а летопись такую о наших земляках на той далекой войне.